Привет друзья, добро пожаловать на наш прямой эфир. Всем, кто смотрит это в онлайне и всем, кто будет потом смотреть это в записи, добро пожаловать. У нас сегодня прямой эфир вполне себе тематический, посвященный, как нетрудно догадаться, коллекционным пуэрам, которые совсем недавно к нам пришли. И кто уже смотрел сегодняшний сторис и пост, который мы выложили, тот в курсе, какая у нас тут радость и счастье. Сейчас мы, кстати, заварим один из них. Это выдержанный шэнпуэр от фабрики Синхай 2007 года. Заварим чаю и посмотрим, как оно пойдет. Поговорим о чае, о развитии чайного вкуса, о том, зачем вообще стоит хоть раз в жизни попробовать дорогостоящий, ценный чай. В чем кайф таких чаев? Ну, просто классно, классно проведем время, настраиваясь на чайную волну. В этот немного хмурый и пасмурный четверг, судя по небу за окном. У нас сегодня прямой эфир исключительно в инстаграме. Я не веду параллельно в других социальных сетях, поэтому... Параллельно еще могу подсчитывать ваш чат. Привет, ребята! Заказывал недавно манхайский пломбир блинчик. Спасибо за офигенное шоу. Спасибо за доверие. Одна из вещей, о которых я хотел бы сказать перед непосредственно нашей темой, с этими коллекционными чаями, я хотел сказать слова благодарности и выразить эту благодарность всем вам. В 20-х числах августа нашему проекту исполняется 9 лет. То есть через год уже будет такой полноценный юбилей. И мы за эти 9 лет очень мощно выросли. Так, соединение потерялось, снова восстановилось. За эти 9 лет мы очень мощно выросли. Я помню чайную еще по соседству с батутным центром. Там была такая небольшая комнатушка для проведения чайных церемоний. И буквально еще одна комнатушка рядом, где вот непосредственно была такая чайная лавка. Вот просто там была вот одна стоечка, и вот так вот стоишь в этой, и там, значит, торгуешь чаем. И где мы сейчас, что у нас есть официальное представительство на всех популярных маркетплейсах, что мы отправляем наш чаек и посуду по всему миру, что у нас есть вот чайное, свое чайное место, где я могу здесь попить чаю, где приходят люди пить чай, где мы можем делиться радостью от вот этого чайного образа жизни. И на самом деле, это во многом и ваша заслуга, потому что вы поддерживаете наш проект, вы пишете обратную связь. Привет, привет, Сахалин, вижу вас, ребята. Кого-то пропускаю, когда заговариваюсь, но вот когда обращаю внимание на чат, вижу вас, чайная любовь. У нас сегодня какие-то здесь происходят неполадки с интернетом, чтобы он постоянно здесь проверяет подключение, но надеюсь, что все пройдет хорошо. Так вот, спасибо вам за поддержку, спасибо вам за доверие, спасибо вам за обратную связь, спасибо за то, что голосуете рублем, и это дает нам, в свою очередь, возможность привозить еще более эксклюзивный, мощный чай, более красивую, изысканную, мастеровую посуду. Относительно недавно вот у нас была поставка эсинских чайников, ну, пару месяцев назад, и это был уже другой уровень совершенно посуды. Сейчас я по секрету скажу, что у нас вот скоро-скоро ждем еще один груз, где будут очень крутые позиции, вот в частности посуда. То есть, надеюсь, что к концу августа, начало сентября он тоже прибудет, и там, ребята, там такая посуда, ну, просто бомбическая. Вов, я тебе налил тут шенюшку, чтобы тебе там грустно не было. Вова параллельно собирает ваши заказчики, мы тут, не знаю, что я чай гоняю, тут все стало, да, мы все так же оперативно все вам отправляем. Привет с Краснодара, привет, ребята, где заказать чайные четки, не знаю, и эти, как бы, купленные в Китае. Всем привет! Завариваю я сейчас вот этот шенчик, один как раз из новых коллекционных шенов. Вот, посмотрите просто визуально на лао выдержанный чай. Мы все тут шутили, что он такое ощущение, что завернут в лаваш из-за таких вот уже где-то истлевает со временем, это такой естественный, необратимый процесс. И сливает оберточка, где-то появляются вот такие отметины, бурые пятнышки, когда аромамасла со временем испаряются с поверхности чайного листа и вот пропитывают эту упаковочку. Поэтому такое ощущение, что он в лаваш завернут. Вот это визуальное сходство. Выдержанный шенчик 2007 года. Поразительный чай. Это вот у него, знаете, основная нота и вкусовая, ароматическая, это аромат камфора. Вот по-другому его никак не охарактеризовать. Звучит немного громоздко, ну, то есть, может, кому-то это ни о чем вообще не говорит. Но его стоит попробовать, и эта нота, она как бы сразу улавливается. Такой уникальный вкусовой профиль. Я очень редко его встречаю в чаях. И мне кажется, на сегодняшний день это единственная часть подобно вкусовым профилям в нашем ассортименте. Очень вкусный, очень состоянческий. Он уже хорошенько отлежался в 2007 году. Да, это сколько ему? 14 лет. Конечно, уже здесь нет вот этой молодецкой горечи, свойственной молодым шенам. Он заваривается мягко и приятно, даже таким уже, ну, хорошим кипятком. С каждым годом, я думаю, что он будет только преображаться, становиться еще прекраснее. Как мы вообще дошли до такой жизни? На самом деле, вы можете подумать, что это не дешевые чьи, действительно. Все пять вот этих позиций, которые пришли, они действительно коллекционные. И это здесь не для красного словца, потому что в Китае некоторые чаелюбы рассматривают подобные чаи, подобного качества из подобных партий, как вполне осязаемый вариант для инвестиций с потенциалом на дальнейшую даже перепродажу. Потому что с каждым годом этих чаев из этой партии по понятным причинам становится все меньше. И они становятся все дороже. Нам подобные спекулятивные схемы, как нам за себя будут говорить, да, они не особо близки. Как-то я вот больше обращаю внимание на суть чая. И эти чаи прекрасны. Эти чаи из разряда, которые вот уже можно не петь им дифирамбы, как-то их там красиво описывать, что-то там вот выявлять. Эти штуки просто надо уже пробовать. Они на таком уровне, что здесь как бы бессмысленно на них даже говорить. Как заказать, спрашивают. Друзья, ну все эти чаи эксклюзивно представлены у нас на сайте. Заходите в раздел «Чай», «Чай пуэр» и сверху самый первый тег «Коллекционные пуэры». Нажимаете на него и у вас отфильтруются, там останется ровно пять чаечков. Я вкратце сейчас во время прямого эфира каждой из них покажу и расскажу основные моменты. На что у меня там остановилось? Постоянно отвлекаюсь. У меня сознание в прямых эфирах как вода, да? Как у меня заливается вода в гайвань, перемешивается с чаем, перетекает чихая. Я так тоже перетекаю с темы на тему. В общем, слова благодарности сказал, друзья. Спасибо вам, намасте, большое за поддержку. Будем продолжать вас радовать хорошим чаем, хорошим сервисом, хорошей посудой. Вам становится все доступнее, лучше, круче. Вот. Начал говорить о вот этих сутях коллекционных чаев. У нас есть действительно такая прослойка постоянных покупателей, ну как можно сказать, вип-покупателей, я не знаю, как их назвать. Ну, достаточно обеспеченные люди, вот, которые любят чай и во многом охотятся за такими, знаете, вот они как рыболовы такие, или как на охоте, охотятся за подобного рода фуэрами. Вот. О, у тебя тут чаек стоит. О, отлично. Пей на здоровье. Вот. Это с одной стороны, то есть мы, бывает, привозим там, то есть находим в Китае прям под конкретный запрос, там десятки тысяч рублей могут быть за блинчику плочные, и вот привозим человеку, он радуется как бы и остается с нами, продолжает пить чай. С одной стороны, но с другой стороны, мне пишут и многие из вас, такие просто рядовые ребята чайные, которые как бы не владельцы заводов или еще что-то, потому что все мы разные, разные чай, разные люди. И запрос был какой, типа, ребят, вы привезите прям вот такой вот, знаете, прям мощный чай, дорогостоящий, ценный, и дайте возможность нам его просто попить, попробовать. Понятно, что мы не будем забирать целый блинчик, сделайте на разлом, возьмем там 25 грамм, 50, просто вот посмаковать, насладиться. И такая позиция мне очень близка. Этого чая пришло очень мало, нам получилось вырубить буквально по тунчику от каждого лота. И первым делом, что мы сделали, это просто вскрыли по одному блинчику и оставили вот для, чтобы вот каждый мог, там 25 грамм, каждый может себе позволить. Здесь как бы к бабке не ходи, чтобы развитие чайного вкуса, и вот, чтобы возможность соприкоснуться с этой категорией, да, абсолютно другой вот чая была у всех. Вот. Ну и, соответственно, там целые блинчики у нас понемногу тоже разбирают. Их очень ограниченное количество. Вот конкретно этого шена, соответственно, был тунчик. Сейчас осталось 6 блинов. Шушку тоже уже понемногу по одному блинчику забрали. Вот как раз вот, ребята. А есть ли возможность посоветовать составление чайной карты для заведения? Пишите в директ, посоветуемся. Вот. Поэтому я максимально призываю, ребят, даже если... Манхайский пломбир, замечательный чаек. Тулет, это Точа, Южный Феникс. Тоже прекрасный пуэр за свои деньги, да. И можно их пить на ежедневной основе для бодрости духа или ради состояния. Либо кому-то там тоже такой бодрый, дерзкий вкус этот нравится. Но при этом, это такой, знаете, немного суетливый чай, такой для движухи. Закинуть его в тормозок куда-нибудь не жалко с собой, потащить на работу, чтобы вот прям быть в тонусе, быть бодрым. И я исключительно такой подход поддерживаю, но в какой-то момент очень приятно выделить время, заказать вот такой, знаете, ценный и дорогой не в плане денег, а вот дорогой, вот, дорогой для души чаек, позвать друга, или может как раз с ним споловиниться, чтобы не так дорого было. И так вот получить этот пакетик с чаем вечерком, уже когда солнце такое, знаете, на закате, либо уже вовсе ушло за горизонт, поставить кипяточку, взять свой любимый термосочек, не знаю, который вы забомбили нашими чайными стикерами, взять любимую гайвань или есинский чайничек, который вы долгие годы нарабатывали, наоборот, он новый, если хотите как-то его приобщить к своей чайной традиции, отпустить суету, вернуться в момент, вот, сейчас, здесь и сейчас, отпустить тревоги, отпустить вот этот день прошедший и просто сосредоточиться на чайном действии. То есть, вы знаете, здесь воспринимаем уже чайную церемонию, не просто как потребление продукта питания, да, чая, а как некую такую медитативную практику для тех, кому будет близок к такой эзотерической контекции чая, вот, но даже с рациональной точки зрения, с точки зрения психологии, с точки зрения успокоения ума, это будет очень полезно. И вот такой коллекционный чай церемониального качества, он как раз для таких нужд, для таких вечеров, где никуда не нужно спешить, ни за чем не нужно гнаться, где вы пребываете в моменте и наслаждаетесь чаем. И это совершенно другой опыт. Совершенно другой опыт, которого тоже можно кайфовать, ничуть не хуже, чем от заваренного в нефть, в термосе шу-пуэра. Это наш скрипит фирменный скотч, пакуются ваши посылочки, не пугайтесь. Так, экспозицию у меня здесь на камере прыгает, уж не знаю, что этому айфону не имется, но привыкайте, что иногда настолько белой кожей, будто я порезал. Вот, допиваю чуек. Да, да, сейчас иду. Вот. Что? Я, в принципе, уже такое чувствую, чувствую, чувствую чайное ци от этого шена. Вот он мне прям один из первых, который я попробовал, он мне прям запал в душу, сначала запал в душу своим внешним видом, этим лавашеподобным, такой он аппетитный, знаете. Сенхайская фабрика, 2007 год, оригинальный шен, очень классный. Что о нем еще рассказать? 2007 год, это органическое сырье, с каждым годом все труднее найти эти блинчики, поэтому, если даже не заберете целое себе в частную коллекцию, чтобы, например, отламывать по кусочку и пить раз в год или там два раза в год или по каким-то очень важным событиям, праздникам. Это, кстати, очень классная такая идея. Вот почему некоторым людям призывают там свадьбу, например, подарить ребятам пуэр, чтобы вот они отмечали там всякие свадьбы там эти, и каждый год при этом заваривали чаек вместе. Шикарная традиция такая на объединение, знаете, на радство с другим человеком. Что у нас еще есть? Давайте по шенам сначала пройдемся. Есть вот такой вот 200-граммовый блинчик из деревни Манфэй. Деревушка, на самом деле, легендарная, тоже очень ценное такое чайное место наравне с пуэрами из Бендао, с пуэрами сегуйскими пуэрами, но не настолько распиаренная еще, там она не так близка к туристическим тропам, и потому не такое еще дорогое сырье оттуда, но их уже как бы очень хорошо подделывают. Благо вот получилось забрать действительно оригинальный шенчик. Он относительно молодой, относительно вот остальных он 2018 года, здесь гушу сырье с древних деревьев, вот прям из тамошних мест. Он еще такой дерзкий чуть-чуть, я вам скажу, то есть если его передержать, он даст такую горечь, но знаете, эта горечь не такая, как плантационное сырье, а горечь такая благородная, то есть он так обволакивает язык и потом трансформируется в сладость, очень такое стойкое, мощное, послевкусие. Но в целом, если вы будете использовать чуть-чуть остывший кипяток, его можно не уводить в горечь вовсе. Очень вкусный чай. Из-за своей молодости он как бы более такой резкий и подвижный в плане воздействия тоже. вот у него огромный потенциал, у такого сырья к дальнейшей выдержке. Мощный чай. Ну и базовые там это сухофрукты, это цветочные оттенки. Вот, очень неприятный чай. Так, Сергей Сергеевич тут бродик, кстати, за кадром. Вот. Давно нас просили привезти, какие-нибудь шены, и мы, собственно, их привезли. Мой полученный. Два выдержанных, в частности, которые я сейчас пью, 2007 год. Второй шенчик в Мэн Кушной фабрике 2013 года. Сейчас я попозже вам его тоже покажу. Что, давай пиалочку налью. А что, где? Дай пиалочку. Так, что он говорил? А, 200-граммовый блинчик из деревни Мэн Фэй. Да. Вот, ребята, кто знает, кто ценит, кто еще не знает, не ценит, берите 25 грамм, обязательно пробуйте. Далее. Третий шен. Здоровенная лепеха. Шуанцзян Мэн Ку. Заводской. 500-граммовый блин. Уже хорошо так он отлежался. То есть, все-таки, восьмилетний, можно говорить, что он такой средней выдержки. Беречь ее, все равно. Вот. Это шенпуэр с больших деревьев. То есть, там тоже очень хорошее сырье. К слову, Мэн Кушный Пуэр вот одни из самых подделываемых, в принципе, на рынке Китая. Но, опять же, да, из-за бренда. Потому что у этого завода очень интересная история. Вот. Она была вот такая конкретно Шуанцзян Мэн Ку стала не на пустом месте образовалась. Там в ее основе фабрика, которая аж с 1974 года выпускала чаи. Зайдите там на сайт, почитайте. Там я полностью эту историю привел. Там есть историческая справка. Вот. Так что, это конкретно заводской классный шен. Ну и пьется он очень приятно. Такой, знаете, как мягкий компотик сухофруктовый с такими переливами. Это же очень глубокий чай по воздействию и по вкусу. Вот. Что еще? Такие вот три шена. Три таких шена для любителей шенов, для ценителей. Ну, мы здесь в чайной наравне с шенами очень любим потреблять и шу. Поэтому два выдержанных шу-пуэра у нас тоже имеются в этой коллекции, которые вам сейчас покажу. Итак. очень редко, очень редко мы привозим вот прям номерные фуэры. Это 7590 2007 года. Бренд Бадзиаутин. Вот это Пагода как раз она. От Лимин Чачан завод. Это пуэр, приготовленный в 2007 году по очень удачному рецепту этой фабрики 1975 года. Чайок, Серег? Так, вот, ты выпил, чайок, ты не выпил. А, все, понял, у тебя этот курьер. Все, не отвлекаю. Сбалансированный вкус. Ну, за 14 лет попробуем, баланс не приди при таком грамотном хранении. Вот. Его как раз осталось всего 5 блинов. Yes! А, да. Хорошо. 25. Такой он древесно-ореховый в очень хорошем балансе с очень мощным воздействием. Выпил? Соль. О, передавай, ты что такое? А то мы сейчас наслаждаемся. Мы тут сейчас нашенимся, а ты не нашенишься. Что ж такое будет? И несправедливость. Вот. У всех этих чаев, знаете, такое воздействие очень классное, воодушевляющее, настраивает на позитивную волну, ясность мыслей. Это тоже вот к вопросу о чайе, чайной церемонии, как процесс медитации. избавляет от тревог. Ну а такие шуфы могут вообще пробудить даже в самый ненастный день, если заварить сатрячка. Второй шу-пуэр, тоже 2007 года. шу-пуэр, пошел, давай сюда. Цауму буланшань, что конкретно означает прямоствольные деревья с горы булан. фабрика с очень трудно произносимым названием. Вот этот блинчик. Фабрика Лаоманьэ Цую Данься Сюань. Вот. Здесь ее название написано. Аналогичная история с этой шушкой, понемногу истлевает упаковка, поэтому не обращайте внимания, обязательно промывайте все эти чаи перед непосредственным принятием в себя, внутри себя. Так, вов-чаек. Тоже очень бодрая, мощная шуха. Вот. С таким сбалансированным вкусом. Шенчик-шенчик, конечно, пролив держит просто, ну, как зайка. Какое-то, я уже не считаю, но мне кажется, в районе седьмого он все еще очень хороший. Вот. Шуха Сауму Буланшайн воздействие такое мощное, как вот пуэр, пуэр с деревьев именно такую дает мощь, глубокую сосредоточенность, состояние тотальной концентрации. В общем, это надо испытать. Понятное дело, что воздействие чая очень индивидуальное, но просто обратите внимание внутрь себя во время заваривания и обязательно что-то почувствовать. касательно стоимости, есть лайфхаки, друзья, есть лайфхаки, как еще ее можно уменьшить. Во-первых, естественно, что все эти блинчики, если брать целую доставку, вам будет подарок. плюс не забывайте проверять свой накопительный счет. Дело в том, что у нас на сайте реализована система кэшбэка, то есть вы с каждого заказа получаете бонус на свой индивидуальный счет. Количество баллов ваших можно посмотреть в личном кабинете на сайте. И если у вас там уже хорошенько подкопилось, то, ребята, это отличный повод, чтобы эти баллы списать, заказать этот чайок. До 50% можно оплатить любой покупки баллами. Это как минимум может компенсировать, например, платную доставку, либо еще что-то. Так что это первый лайфхак. Проверьте состояние вашего счета в личном кабинете у нас на сайте. Вернем лицо нормального цвета. второй момент. Промо-коды. Их иногда надо такой квест пройти, чтобы где-то найти. То есть либо у нас на сайте они в самых неожиданных местах встречаются, либо они приходят во всяких рассылках, в частности в имейлах. Можно еще порыться в наших социальных сетях. у каждой социальной сети есть свой верните верните цвет лица есть свой промокод кто есть в телеграме обязательно залетайте к нам в канал и там в закрепленном сообщении также есть для вновь вступивших вновь прибывших очень приятный промокодик который можно использовать выпал и опять же выгодно попробовать новые шукуэры либо что-то еще это второй лайфхак связанный с промокодами ну и третий лайфхак не знаю насколько он лайфхак просто очевидное человеческое общение у вас есть чайная банда чайные камрады с которыми вы завариваете чаек можно созвониться с ними рассказать про чайную мастерскую если они об этом еще не знают рассказать о поступлении к нам коллекционных пуэров и предложить с половинницей если взять и не целый блинчик то взять граммчик в 100 и вот такие устроить вечера изучения коллекционных пуэров отличный повод вообще провести вместе время вот так что три таких лайфхака используйте их пожалуйста на здоровье берите любой чай от 25 грамм 25 грамм это прям знаете такой хороший усредненный запас ну такие три точно качественных чаепития вот то есть этого прям достаточно чтобы хорошенько познакомиться с чаем потому что в первый раз заварил мог быть в суете или как-то вот что-то там не понять потом выждал второй раз еще раз заварил уже такое познакомился с чаечком поближе осознал чай осознал себя осознал чай в себе вот ну а третий уже такой контрольный заварил его там уже что-нибудь эксперименты поставил подержал посильнее слил побыстрее вот и окончательно определился вот насколько этот чай был для тебя насколько он срезонировал какие фибры души задел только что пришло сообщение что эти пуэрчики поехали ко мне да спасибо спасибо за доверие вообще ребят это прям отдельная отдельная радость что вы готовы готовы голосовать рублем за действительно мощный качественный чай что интересно не только повседневные такие чаечки которые у нас тоже в ассортименте представлены то есть мы не переходим полностью вообще вот в эти очень дорогие чаи у нас все еще есть очень мощные классные добротные соотношение цена на качество пуэра не только пуэра как пуэрный как пуэрный бутик ребята у нас много еще других чаев и улунчики и зеленые габа улуны я вообще молчу это же вообще лепота красотища вот значит будем развиваться значит будем привозить еще более мощные клевые чаечки друзья не хочу сегодня затягивать прям очень надолго этот прямой эфир потому что в целом рассказал обо всем что хотел сделал вам краткие показал чаечки про них есть отдельный пост там с фотографиями просто полистайте посмотрите переходите на сайт ссылочка в профиле заходите в чай пуэр нажимайте на тег там в самом верху коллекционные пуэры смотрите заходите в карточки товара изучайте там все написано там есть фотографии вот плюс я здесь как бы еще в течение вот этих пары дней анонсирую в инстаграме про каждый чай расскажу в отдельном посте тоже будет интересно и наверное будем завершать на этом поблагодарил вас поблагодарю еще раз спасибо вам за доверие и за поддержку нашего проекта это помогает нам расти развиваться становиться лучше изучайте новый чай пробуйте новое чтобы нейронные связи в голове новые образовывались и если еще сегодня не заваривали чай сварите обязательно надеюсь вот я здесь так аппетитно попил чайок это уже вас как-то простимулировало к тому чтобы чтобы его заварить потому что чем больше заваривается чай тем больше добрых поступков тем больше счастливей счастливых и спокойных людей вот в поющую чашу ну-ка давай нормально ударь бам не знаю слышно ли вам гул пошел в поющую чашу в общем друзья ладно так я смотрю у нас там вопросик какой-то был может я на него уже ответил привет сколько лет самому старому чаю который есть в наличии друзья посмотрите на сайте я так понимаю что это вот одни из как раз сейчас самых выдержанных старых чаев в 2007 год к нам пришла там еще параллельно одна посылышка с очень крутыми чаечками там как раз уже не пуэра а как раз красный и зеленый свежачок я попозже это все добавлю на сайт и сделаю анонс рестокопозиции плюс расскажу о новом высокие вибрации это точно вот друзья спасибо за внимание спасибо что были здесь со мной составили мне компанию заваривание этого шинчика надеюсь высокие вибрации передали сквозь прямой эфир и вам желаю вам хорошего завершения 3 четверга если у вас вдруг будут вопросы не стесняйтесь пишите нам в директ пишите нам в группу вконтакте пишите нам в дживо сайт на сайте пишите нам в комментарии звоните нам по телефону все расскажем проконсультируем выслушаем поддержим оставайтесь на чайной волне и до встречи в эфире знайте нам да верно не г г г г Продолжение следует...